Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да-да-да В Лондоне которые были? Да Ну может быть, я не знаю У них спецслужбы соседнего государства работают только вот так вот Вдвоем Два мужика? Притом у них какие-то такие порно-сценарии В Европу надо ездить только двум мужчинам Потому что это вообще... Два этих, два туриста, потом два сантехника, ничего не напоминает Пересмотрели они фильмы, в следующий раз будет два пожарных какие-нибудь там... Копы может быть, да? Какие вы сценаристы, молодцы! Ой, как классно! Это мы в Венгрии снимаем фильмы Мне нравится, как Витя рассказывает, я такой, знаешь, немножечко... Говорят, что можно теперь от Николаева до границы с Компионистским доехать за полтора часа Открыли якобы трассу Николаевскую... Да ладно! Клянусь! Но голуби, может, и да! Как бы, а если люди, то... Серьезно, он даже снял видос, как он едет, вот, едет прям трасса, прям круто! А вы случайно поставили геолокацию, понял, не знаю, Минск, или Германия, или что-то такое Едет, вот два этих, сантехника стоят, и стоят, иди, пожалуйста Ну, это все, если открыли Васильянске, это вообще круто! Мне кажется, что это не Николаев Крапивницкий, это Херсон Крапивницкий О, Палюбасу! Кстати, про Херсон! Ехала к нам новая заместитель губернатора У нас сейчас очень много Херсонов Хорошо ехала, видно, так Видимо, так она ехала, а перед ней раскатывали Асфальт, чтобы она ехала Я кушник! Вчора буквально прочитала В Долинске, в Долинске будут будувати магазин Якийсь гипермаркет будет будувати Навіть при том, что они написали про это на официйной странице Долинской міськой рады в Фейсбуке И гадайте, с какого места застройщик Ну, чьи власники магазина Подожди Начинается на букву Х, заканчивается на сон? На хер! Ой, на хер! Да, короче, аппетит! Я что-то не понял, откуда Зеленский вообще? Ну, он вообще откуда? Кривой Рог Кривого А что происходит? Обычно, что у нас там Донецкие понаехали Винницкие Сейчас Херсонские? Да Прикинь То есть это парадигма сломалась у меня Он в молодости жил там два месяца просто Что происходит вообще? Ладно, поехали дальше Я не знаю, я вот смотрел Фейсбук У нас в городе что-то происходит реально нереальное Потому что, что не новость, связанная с нашим СИЗО Ну, помним, да, недавно Да, тренды, да Слушайте, как они булькают Так это звуки невероятного Не-не-не, они булькают, только заговорились за СИЗО И сразу начинают прислушаться В общем, очень много там всего происходит Бунт, потом каких-то врачей повязали за какие-то взятки Но есть одна позитивная новость Сегодня у меня только позитивные новости В СИЗО народилось 25 хлопчиков и 46 В СИЗО, да, в СИЗО народилось 25 хлопчиков Да, да, да Засуджена женщина, что перебывает в Кропивницком слечном изоляторе Стала переможницей всеукраинского конкурса Как думаете, как называется конкурс? Невероятно Булькотит это все Ну, как называется конкурс? Ну, предположите хотя бы, нет? Там лучики добра СИЗО я птица назову Как это? Мисс Глухарь, я не знаю Позорный волк Что это может быть? Зернятка добра Зернятка добра Оно убивает с добром, или что? Нет, ну они просто... Градет с добром, что ли? Переможнице вручили витальную листивку Танабир для выращивания микрозелени Я не знаю, что они там занимаются Они решили, что типа передавать зелень уже... Ты понял, что дня в это было? Они уже реально там выращивают? Уже там решили выращивать Только микро, чтобы найти было нельзя Чтобы коня запустить было легко За умовами акций, засудженных из всей Украины Протягом месяца надсилали свои листи И рассказали про свои добрые вчинки Слушай, я представляю такое Я вчера позвонил на OLX И говорю А вы продаете пианино? Они говорят Подойдите к банкомату Смотрите карточку И я говорю Нет, не надо Это моя добрая Да, говорю справа Класс Кстати, у меня опыт продажи на OLX Шикарный Я думал, видишь, хорошо Я уже думал Я уже вспомнил, что-то про OLX Я выставлял два раза что-то продавать Не помню, что Оба раза мне позвонили Буквально через две минуты Позвонили люди И все мы покупаем Неважно какой там размер Что Я казалось, кидок И вот сразу Я ничего не продал Ну, как-то так получилось И уже кинули? Думал, ты кинули Кида кинули? Вот такая Ты же противал Заренецку дубра Заренецку дубра Название классно Нет, это очень круто Добрый день Знаешь Обходитель Ну, представь, она выйдет И она выйдет с таким титулом Заренецку Переможница Переможница Всеукраинского конкурса Заренецка дубра Это одно из условий УДО Досточного освобождения Это плакат Помнишь, как у Юлии Тимошенко было? Заренецка дубра Такая работа или открытка и была Она такая стоит с этими там Юлия Вадимовна и была спонсором Уставлена Слышишь? Просто у нас аграрная область, поэтому Заренецка Ты же працювал в понятенциарной системе Да, працювал Почти, ты же в тюрьме прямо работал Ну, я же скажу, в понятенциарной системе Не было, не в СИЗО В тюрьме Что же ты в тюрьме сидел и ходил на работу, ничего не знаешь Зашел в хату сиди спокойно Вечер в хату Слышь, а кто из наших працювал в тюрьме? Только попробуйте сказать О, молодец, зачет Перевирка была Женя, это ты? Сок бесплатно Еще один кубик ему Еще один кубик Ну и что, и что? Работал А ты там сеял зернятку добра? Супи носил Не, у нас, кстати, был такой случай Когда преподаватели одного споймали на зернятке добра Он в зарядке принес зарядку просто кому-то там А что с батареей проросла? А там в носках открыли А там... Ну, в носках все может быть Верь А там зернятка добра В мужских носках может быть все, что угодно Там набор для выращивания микрозелени Там любые микроэлементы могут быть Был такой случай, я при нем, конечно, не присутствовал Но мне рассказывали В общем, у нас... Понял, это я рядом стоял Мой друг Паденый друг Да Пацаны стояли, а я просто... Слушал со стороны Да, да В общем, у нас классы были И там же сидят вот все заключенные Классы у вас там были? Ну да, это я в школе работал Ты же читал им был Он же там преподавал И возле... Возле... Это... Возле сидения учителя Есть кнопочка Если что-то там... Вызывала, да? Да, нажимаешь Просто... Чай-чай-клук Не, мне рассказывали ребята Которые непосредственно учились Ну, то есть... То есть по ту сторону Да По ту сторону закона Назовем это так Ну Сказал, как судья Вот В общем, они на перемене Что-то там решили поприкалываться В что-то там какую-то игру играли И чувак проспорил И они ему говорят Какая не прикалывается? Не прикалывается Короче, давай посмотрим, что будет Понял? Ну, в нарды играли Нажимай на кнопку Посмотрим, что будет И потом уже преподаватели рассказывают Просто она же бесшумная Говорит, идем по вот этому коридору Просто зарываются маски-шоу И просто всех ложат Учителей, короче Всех этих Всех зэков положили Забрали Илезата не такие Прикольно, да? Кстати, про маски-шоу Говорит, но зато мужик Сделал Про маски-шоу Рассказывал цей Бублик Тільки в СИЗО Вин якраз Это же депутат областной ради Вин сидел Якраз в этот час Когда у нас там были наши Гей-гей-гей Вот И это Он сказал, как там страшно все было Латинский этот проходил Фестиваль А у них там макарина была, да? Латинский Фестиваль Латинский Так что вот Да, было такое дело Стратег Потом долго нос болел Мы можем продолжать Я вспомнил Ты сказала вначале Что ты на 5 кг Тепо правилось, да? А Витя Носить Можешь сказать до Вити? Нет Я про тебя Вот И про сумоистов вспомнил Совершенно случайно Понимаешь? Вот Есть сумоисты Фамиле классное Если бы ты вот курьяна С сумоистами Я вас сейчас расскажу Вторая пара Я вас сейчас расскажу Значит, короче Ты ее еще 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 Не видел Все свои Так вот Анатолий Махаханов Ты никогда не говоришь Махаханов Махаханов Вот И вот 35 лет Он в том году Закончил карьеру С сумоиста В весе 292 кг Это всего лишь На 200 кг Больше, чем у тебя Да? То есть Не так уж и много Я считаю На 190 Вот Ну И он сейчас Ищет невесту А его не жаль Случайно? Это Евгений Махаханов Это Евгений Махаханов Он просто это его дал Открывается Он похудел На полтос Уже На полтос похудел Подумаешь там Он узнал, что если надо не вешать Карелин на 60 похудел И вообще не ищет невесты Когда Его ищут Подождите Когда у тебя 192 кг 200 200 Просто когда пошел Посрал Уже 50 кг А так можно говорить? Да, можно Слухопер Я вам очень расписал За морожене За что? За что? За что? За что? За что? За что? Я вам очень рада Да, да, да Хорош, хорош Оооо Я вам могу рассказать историю А если бы сказал поссал Тоже считается или нет? В меня незнайома Коли Вона кудись едет И изменяется вода Ну и организм реагует так Что Вона не может сходити покакать Тасол или что? Вода А как это слово было? Так Ну и организм реагирует так Не слово поставить А За что ты не вступаешь Уже Короче Умный Дися Иди посиди Смотри Дайте микрофон Человеку Він не дает Микрофон Есть там пигулки Есть капли И есть цей Свечи Да я смею смею Ну петарда А про локти прям классно было Свечи Поддержали его Да, спасибо Да, потому что он вообще неудачник Нина, ну что там, что? Про свечи Вышла чи не? Вона купила свечи Приходит до дома Кажет человеку У нас сегодня ужин при свечах Вот Один только Семен понял Потому что он себе свечет Постоянно Причем не такие Подождите Давайте договоримся так Если не смешная шутка Делайте вот так Так все передать уже было Корлы, корлы А еще я продолжу В общем Ей человек Как-то в вечере Пытает Кажет Ну что Типа ты свечку За здравие Поставила Чей нет В общем вот Случай все Случай все А вы Вы подъявились Случай в семье священника А вот это смешно А это А понял, Юра? Бежись! Юра, понял? Один курьян не смеялся, ты понял почему? Как она узнала про это? Я считаю, что хватит про курьяна вообще разговаривать. Короче, расскажи теперь про Василия. Ты хочешь сейчас про Василия рассказать? Короче, да. Про свое-то ты не скоро расскажешь. Ну да. Понятное дело, да. Значит, не смешно. Значит, короче, ну что ты меня сбиваешь? Ну, вишень, я работаю лучше. Короче, Вильям и с Юрой свадьбу. С тым? Ну да, да. Ага. Видишь, я называю людей, которых ты знаешь, а не Евгений. Да. Если у нас была сейчас известная программа, я бы говорил, а когда это было? А это в каком году было? Да, это хорошая программа. Пападама. Программа, да. Значит, короче, ведем мы свадьбу, прикинь. Ну так как я тактичный, я не буду называть имен, да? Света и Сережа, короче, понял? Да. Каноненки. Каноненки. Занем их. Такая фамилия. Ну. Классная пара, кайфовая, все круто. Конечно, ты про всех так говоришь. Мы с Юрой заряжены, все классно, все четко. Мы поняли, что, короче, что-то будет неладное, когда в 6 часов вечера приехало бармен-шоу и осталось. И осталось, да. Ага, еще, еще дальше. Да, да. Люди начали пить, короче. Ну, знаешь, что это... Серьезно? На веселье? Прикинь. И ели. Ну. И танцевали. Вообще охренеть. Я сам в шоке, да. Даже не надо этого делать. Смысла нет вообще. Ну, это ж КВН-щик рассказывает. Стендап-комик. Я уже не хочу. Идите нахрен. Все. Я уже не хочу. Не важно, жрали, все. Я так закончил. Не хочу, не хочу. Не хочу. Не хочу, не хочу. До скорого. Слышь ты. Слышь ты. КВН-щик, давай. Мне очень понравилось, что мы были с Юрой заряжены. И что дальше было? Ага, заряжены были. И что? Ну. А, ты продолжаешь мою историю? Ну, давай. Что там? Что было дальше? Давай, говори. Я не очень понимаю, почему он все время трогает. Трогает, бьет меня все время. Общается со мной вообще. Тактильный в него цель. Контакт. Да. Тактильный контакт. Кстати, мы просто вообще подумали вот о человеке. Ты вот просто сказал, да, что он ищет этот. А представьте, как эта свадьба будет происходить. Интересно, а у них будут лежать женщины голые, и у них будет суша на них? Это ж Япония. Должна быть японская какая-то. Сумоист, все дела. Вы не отвлекаетесь. Минус сто храм. Молодец. Мне кажется, на таких свадьбах бросается не букет, и не девочки становятся за ней. А через себя бросает невесту. Да, становятся сумоисты. Он бросает невесту, кто словит, тот и следующий. А кто словит. Да это же не волейболисты. 90 кг невеста полетела назад. Ты знаешь, что там? Да что 90? Почему? Ну, не знаю. Пошути, пошути, КВН, пошути. А, наверное, 50. Наверное, 50 кг невеста. Он же сбросил 50 кг. Слушай, это какая-то фигня. Конечно, Ваня, тебе спасибо. Ты мне купил коричневый или черный клей. Зачем? Я сейчас расскажу, что это за фигня. Это, вырежьте потом. Это сперманера. Это новая история в Инстаграме. Станк красный. Слушай... Так как краса. Я... Сиди. Пойдем, объясни, пожалуйста. Сиди. 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 Надо ж было паузу какую-то занятию. Это законно вообще так делать. Короче, я не знаю, что оно с того вышло, но оно не дуже вышло. А ну, подожди. А ну сделай вот так. Вот так сделай. Сиди. 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 Пошла нахер. Я являю. Ты все. Этик. Этик. Этик милокон. То, что у тебя появляются на лице пятна, это, может быть... Короче. Не, мне кажется, тебе к венерологу. Мастер подводки. Хотя, знаешь, если ты не хочешь идти к венерологу, он прийдет к тебе. Королевская подводочка. Вообще! Юра, ты что-то серьезно сказал? Ура! Посмотрите, это тот случай, в котором я не боюсь руку человеку дать. Ура! Хлопайте сейчас, чтобы он завтра вас не похлопал. Перше питание. Кажут, что у того, кто занимается анонизмом волосы росте на руках. Это правда? Нет, это не правда. Ты, я, не ты! Это не правда! Это не правда! Это не правда! Ты что? Ты не могла это прочитать, потому что люди, которые с анонизмом слепнут. Да, да, да. Значит, единственное, что я могу сказать. Так. С точки зрения врача. Это как профилактика простатита. Чтобы не было простатита, да. Это половая железа, которая отвечает у мужчин за половую функцию. Значит, с этой целью может кто-то... Ну, приблизительно... Удал, я это вас веду я. Тааааа! Аааааааааа! Преобразительно, это же самое крендерист сказал, когда его первый раз застекли. Ну и что? Противак. Я простатита. Чистая простата. Короче, я скажу тоди... ну, треки на здоровье правильно? Прозвучало, как политический логин. Какой, за свою медичную карьеру, наибольший букет вы увидели? Тихо, тихо, тихо. У нас на учете состояла одна девушка, которая занималась проституцией. И вот, когда на прием ко мне она пришла, я сказал, ее звали Ира. Была кличка Кочумейка. Знаете, что такое Кочумейка? То есть, она кочумарила с гостиницы на притонные точки. И так далее, и так далее. Поэтому у нее такая была... Ира Кочумейка, привет. Да, Кочумейка, да. Я когда спросил, Ирочка, чем ты занимаешься? Да, я в проституции. Она говорит, Вадим Борисович, вы меня не обижаете. Я занимаюсь секс-бизнесом. Секс-бизнесом? И что в этой секс-бизнесменше было? Были такие периоды, когда она... Когда она не могла к нам прийти провериться, так как у нас все бесплатно, в том числе... В скайпе. Приходила обследоваться. Вот. Начинала с того, что у нее была гонорея. Я говорю, Ирочка, у тебя такой образ жизни, что рано или поздно ты забрали сифилис. Она говорит, Вадим Борисович, что вы говорите? Ну, а потом как-то так осенью приезжает и пришла к нам обследоваться. Я говорю, Ирочка, где ты была на Кавказе? Обследовалась, уже сифилис привезла. Время прошло, уже мы начали регистрировать больных со СПИДом. Вот Ирочка ко мне приходит, не ко мне, а к нам в СПИД-центр приходит, обследовалась. Ирочка, Ирочка! У нее выявили такие ВИЧ-инфекции. Да. Так что я хочу сказать? Вот она все-таки дошла до того критерия, да? Карьерный рост. Да. Такой не очень благоприятный карьерный рост. Вот. И дело в том, что с ее половым анамнезом, сексуально половым анамнезом… Ну, как воно романтично звучит. Да, да. У нее было больше… Прости, как тонкая триперная рейс. Она так звучит. У нее больше 150 было контактов. Что интересно, она отдельно… У нее отдельно, значит, регистрируют студенты, военнослужащие, иностранцы, командировочные… А у нее была… Картотека была? Картотека была? Ну, не картотека, а блокнотик. Блокнотик. У нее такая сексуальная фейсбук. Да. Она такая щепетильная была особо. Но что самое интересное, что самое интересное, в последнее время я перестала ее видеть. Почему? Потому что в последнее время она перешла на более другой контингент группы повышенного риска. Это немножко судимые, немножко заключенные. Вот. Немножечко, чуть-чуть. А жила она на улице Красной Фонарей. Знаете, где в Кировограде эта улица? Где? В Кировограде. Улица Пушкина. До революции это была улица Красной Фонарей. Прикольно. Вы будете знать. Да, она жила на этой улице. А почему сейчас там вообще света не на этой улице? Я? Да. 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 И днем ее видел. Она немножко днем отдыхала. А потом она исчезла. И исчезла. Я так понял, что ее могли, кого-то заразил на вечеринке и могли немножко грохнуть. Немножко. Айнгус. 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 Слушайте, вы еще помните 100% парт-актив области? Да. А как же ж? Они же до вас приходили, выкладали свои статки на стил? Нет-нет. Нет. Это все интимно. Мне просто интересно. Это все интимно. Это все решалось. Ты хочешь сказать, что вон тоже где-то аккуратненько на гуле лежал, тихонечко, да? Вместе с какими-мечкой. Да, это все делается с позвонку. Мы иногда называем позвоночные больные. Позвоночные больные, да? Ну, а в загаре часто происходит? А часто приходили? Что, что? Часто приходил, да. Позвоночные больные. Ну, вы знаете, приходили те, которые вели соответствующий образ жизни. Поэтому я эти заболевания еще называю, допустим, не ВИЧ-инфекция и не винилийские заболевания, а заболевания поведенческого характера. Вот как он себя ведет. Вот то он имеет. Вот это то он имеет. Слуха, блин, а захотелось заболеть. Заболеть захотелось. Заболеть захотелось, да? Чуть-чуть так. Нет, ну смотри. Сезонно. Сейчас он же не другая. Сейчас он преподает. Да, я ушел на преподавательскую работу. Почему? Я уже Виктору рассказывал. Значит, попал мне милость. Вот еще, когда была, когда при Януковиче была их партия. Так вы знаете, как называл? Партия голубые. Они же голубые, да? Ну да, да. Ну цвет же какой, голубые, да? Голубые, да. А голубые это тоже ваши клиенты? Да, ваши клиенты, точнее. Ну те голубые, которые нормальные голубые. Нет, ну дело в том, что… У нас не нормальная риска. Ну в хорошем смысле этого слова. Просто у нас есть один друг, он очень интересуется этим. Расскажите Диме, пожалуйста. И все-таки опять сводится к чему? Сводится к поведению. Вот если он ведет рискованное поведение в жизни, да? Рискует. Вот те имеют возможность… Авантюристы. Имеют возможность, конечно, поступить к нам, да. А так вот голубые… Ваши? Он не захотел, да? Нет, 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 не в этом дело. Просто, вы знаете, очень часто главные врачи, главные врачи попадали, ну как, попадали в политическую струю. То есть то, чем они должны заниматься. Врачи чем заниматься? Лечение больных, да? Лечение больных, да? Руководители чем заниматься? Хозяйственной службой, да? Во всяком случае не политикой. И те главные врачи, которые не слушались высшестоящей инстанции. Ну типа партия Януковича была, да? От тех врачей, главных, стараясь избавиться, избавиться. В том числе от меня. А что от вас можно было поучить, кроме… Кроме анализов. Нет, 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 нет. Ну там хитрая была система. Дело в том, что, когда я занимался ВИЧ-инспекцией с ПИДом, да, это… Они пытались даже это контролировать? Служба, которая инвестируется, инвестируется в основном за счет международных инвестиций. Мне говорили, Вадим Борисович, вы хороший главный врач, специалист, но нет инвестиций в области, мы с вами работать не будем. И все. Ага. Ага. И что, какой сегодня? Добрый. В смысле, не добрый, а… Да, и пришлось мне, конечно… А знаете, как… Тут можно все же говорить же, да? Значит, у нас есть такое... Эту передачу не покажут, может, и все. Да, да. Я почему? Потому что я человек откровенный. Уже чувствуете, да? Ой, прям так, прям заход, прям так чувствуете. Да, да. Когда меня вызвали и сказали, есть такое мнение, нужно писать заявление, пошел ты на. Вот так и сказали? Да, а подвод всегда найдется. Почему? Потому что к любому руководителю любого уровня лечебного учреждения областного, всегда можно найти недостатки. И чтобы не идти по статье, мне пришлось немножко... Слушайте, ну, зараз вы выкладаете, да? Да, конечно. И как? Вы что же так студентам рассказываете? Конечно, конечно, конечно. Сирочками? Да, да. А по-другому, ну, я считаю, что наша молодежь настолько отличается от молодежи прежней, да? Что для того, чтобы тебя как преподавателя слушали, да? Я всегда представляю, если не преподаватель, я доктор. А второй уже преподаватель. Почему бы преподавать от не каждому дано? Вот я стараюсь так, чтобы студенты любили этот предмет, любили предмет, ну, а предмет специфический, да? Для того, чтобы он воспринимался хорошо, обязательно, обязательно должно все студенту даваться в измененном состоянии. То есть как оно было, да? В виде анекдота, в виде случаев. Вот тогда хорошо воспринимается. И потому студенты любят. А какой самый яскравый выпадок у вас в памяти? Ну, это все интересует, букеты тебя интересуют. Я сам, я скажу, не знаю. Ну, конечно, сам интересно. Ну, память в плане работы, да? Да. Да. Ну, вот это был один случай, а потом еще очень интересный случай. Я приехал на совещание главных врачей в Киеве, уже будучи главным врачом центра СПИД. На рецепшене зарегистрировался, и Дугнобиль спросил дежурного администратора, приехали ли главные врачи других регионов. Ну, нет, я себе пошел, занимаюсь своими делами, вдруг минуту через 30-40 звонок по внутреннему телефону. И такой приятный женский голос. Вы не хотите сегодня привести время? Я говорю, вы знаете, что главный врачи в Киеве? Тьфу, б***ь, трубку бросил. Вы знаете, у нас, когда гости приходят, мы обовязково с ними влаштовываем интерактив. Я не буду проверяться. А Душик подготовил запитание. У меня только герпес сошел, нормально. Герпес, между прочим, относится к заболеваниям, которые могут передаваться и половым путем тоже. Да, может. Почему? Да, может. Я просто... Да, я передаю учащий всему. Так и происходит. Некоторые новые почты передают, а я вот половым путем. Это в отношении передачи. Я сейчас вспомнил. Значит, пришел она, ну, перед обходом к своему коллеге на менеделение, вот. А обход у нас больных осуществляется специфически. Значит, больные стоят в коридоре, да, и по одному заходят в ординаторскую. Ну, я как спортсмен тихонечко-тихонечко хожу, вот. И я подхожу к больным, вот. А больные не знают, что я иззади иду. Один больной песенку-тою поет. Значит, помните, когда-то был певец палат Бюльбеглы? Она была... Нет, нет. Там немножко попроще. Там немножко попроще. Когда-то был певец палат Бюльбеглы, помните, да? У нее знаменитая песня «Увезу тебя в тундру», да? Да. Они перефразировали, и она звучала таким образом. И напрасно, и напрасно нажимает трипер страшный. Он не страшный, я тебе его дарю. А что ты мне говоришь на восьмое марта? Если бы трипер был человеком, это было бы приблизительно так. Здравствуйте, я трипер. Я могу другое привести пример. Сижу на приеме, заходит ко мне молодой человек. Вы хотели историю, Натя? Да. Заходит молодой человек, мы пришли, я говорю, как мы? Говорит, я и трипер. Да. Я вообще с венерологами не общался никогда. Никогда. Все, что я видел в венерологах, это в этом сериале в интернах, да, по-моему, там. Очень-очень специфический, смешной, постоянная вещь. Я немножко пьяный. Я немножко пьяный еврей, да. У которых всегда есть алкоголь. Сепар? Это вот так и есть? То есть венеролог у него всегда есть? Нет, нет, нет. Ходичок. На самом деле, или не так, но у нас был такой доктор, да. Такой доктор, к сожалению, я уже говорю, прошедшим временем, потому что нет. Только хорошее у него, расскажите, пожалуйста. Да, ну только у него была такая слабость. Да? Да, у него не сложилась семейная жизнь, понятно. А так, конечно, нет. Слушайте, у меня на питание, а как вам на то все дивитесь? Вам внуче не снято там сиськи-писки? Да, вот, вот целый баба. Растет мальчик и думает, ну ты реально хочу лечить венерические заболевания. Мне так нравится, когда вот это вот букеты. Нет, 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 это на самом деле не так. Местописи на розочках. Дело в том, что категория больных, которые к нам обращаются, ну, во-первых, это особенная категория, о которой я вам же говорил, да. Немножко судимый, немножко бомб, немножко протяжка. А немножко нормальный не приходит? Ну, чисто случайно. Нет, 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 это очень редко. Очень редко. Да? Очень редко. Очень редко, почему тоже редко. Это заболевание поведенческого характера. А раз поведенческое, то понятно... Ну, пьяный был. А бувает таке, что прийдет до вас... Ты что? Ты что? Душак сейчас такой, ну, пьяный был. Вроде как оправдывается. Ну, было, ну, пьяный. Ну, я не знаю, чего. А бувает таке, что прийдет до вас человек, ну, типа, как крендель. Ну, типа, выкладывает вам это все свое богато. В смысле выкладывает? Давай, давай. А вы дивитесь, и вам хочется просто от этого смеяться, то есть, а бы воно, ну, вот таки. Ладно, скажем так. Скажем так. Были ли удивительные моменты, когда ты думаешь, как ты с этим живешь? А потом ты думаешь, как она с этим живет? Были микромоменты? Были? Да, были. Бывает, да. Божья, какая беда в людине. Заразиться с заболеванием нужно, конечно, его найти. А для того, чтобы его найти, нужно, конечно, сыгачку. И сыгачку. Да. А это не сложно. Да, такие, как Ирочка-Кочумейка. Да, такие. Да. А Тушик подготовил вам запитания. Да, есть. Ну, не я подготовил, я нашел на форуме очень, ну, многие люди боятся к вам ходить, ну, не к вам. Ну, так стыдаются просто. Но пишут в интернетах, спрашивают. В общем, интересно. То есть, ты загуглил, какие вопросы задают Кирилл? Да, очень интересные есть вопросы, и хотелось бы узнать ответ. Можно отвечать быстро, как блик. Кратко, это как блик. Да не надо быстро, да. Нет, ну, надо так, чтобы... Ну, надо так, чтобы... В общем, спрашивает Кирилл, возраст 16 лет. Здравствуйте. Провел пальцем по внутреннести влагалища, после чего минут через 20-30 облизал. Возможно ли заразиться сифилисом? Партнер здоровья тоже. И есть ли какая-то вероятность заразиться болезнью? И к какому врачу обращаться? Да. Ну, в отношении первого. Стравный Кирилл. Стравный. То есть, в отношении первого, да? В отношении первого. Значит, какие условия заражения? Для того, чтобы заразиться, ну, к примеру, сифилисом, да? Должны быть два условия. Первое. Это место, где находится возбудитель. То есть, или язвочка должна быть... Это женщина? Нет, публичная женщина. Публичная женщина. Женщина. То есть, высыпание на слизистых. Да, это первый условие. И второе условие. Значит, должна быть повреждена слизистая того партнера, который все это делает. То есть, трещинка на губе, например. Да, конечно. Трещина, ссадина. То есть, пальцем вот так... Да, все это... Ну, это все. Человек спросил. Я теперь представляю сегодняшний сон, который мне приснится вообще. Хорошо, идем дальше. Что дальше? Значит, теоретически, да, практически я такого не помню. Единственный был случай, я могу рассказать. Значит, приходит ко мне один пациент. Ну, обычно высыпание на гениталиях. Понятно, да? А он ко мне приходит, ну, а контингент... Кто еще? Доктор, посмотрите, какая-то хрень высыпала. А у него какие-то сервозно-кровянестые корочки в области туловища. Туловище в области руки, в области руки и в области бедра. Я смотрю на стрептодермию. То есть, на гнонечковые заболевания по клинике, да, но не совсем подходят. И я, давая интересоваться ее половым анамнезом, ее там мне рассказывали. Доктор, в состоянии алкогольного опьянения. И имела полную связь с такой пациенткой, как Ирочка. И, значит, что-то она ему не понравилась, она давала ее грызть. У нее высыпание было во рту, и там, где она ее кусала, а там, где появились вот эти высыпания. Но это за все время один случай. Ух ты! Потому что сорок уколов, это бешенство. Тебя реально где-то в будке ночевал, наверное? Состояние возбуждения привело до того, что она... Собачке ему благодарила. Отблагодарила его. Боже, давай еще какие-то испытания задавай. Давай короткое, потому что они все серьезно принимают это все. Ольга, Киев, возраст 34 года. Добрый день, к своему стыду занималась анальной мастурбацией огурцом и морковкой, купленными в магазине. Скажите, пожалуйста... Вы глупаете, вы тоже знаете, что это такое вообще? Скажите, пожалуйста, есть ли риск заражения ВИЧ? Теперь очень боюсь, что ВИЧ-инфицированный человек мог касаться их руками, на которых, возможно, были ранки или остатки спермы. Мало ли, да. Пришел, короче, проводюрку сделал прямо в голове, и пошел дальше. В отношении ВИЧ-инфекции, это специфическое заболевание приведется вирусом при таком же условии, как и я говорил в отношении сифилиса. Обязательно одно условие. Значит, чтобы была раневая поверхность, раз, и чтобы был партнер болен на ВИЧ-инфекцию. И второе, второе условие. Такие же повреждения кожи или слизистых у партнера. Если есть, теоретически, да, практически, я не помню. Но в основном, это передача ВИЧ-инфекции через шприц, как правило, лекционные наркоманы, да? Они, знаете, как мне сделали замечание? Вадим Борисович, мы не наркоманы, мы потребители наркотических веществ. А-а-а! Да. Можно последний вопрос? Да, узнание пытается, все, у нас уже все. Последний вопрос. Другим путем заразиться невозможно. Последний вопрос для Школоты. Последний вопрос для Школоты. Ситуация, в общем, такая. Потрогал грудь женскую большого размера, увидел то ли сып, то ли мелкие прыщики, ну и бросил эту затею. Потом протер руку обычной влажной салфеткой. Возможно ли заразиться сифилисом, трогая грудь условно зараженного человека? Все, я отвечаю. Здесь полосной винегрет. Здесь полосной винегрет. Я вспоминаю себя. Короче, трогайте грудь, не бойтесь. Все нормально. Нет, это все понятно. Большого главы и большого размера. Что, расскажите историю свою из жизни. Ну, давай. Сторожная жизнь. Короче, хотите дизнатися историю звенеричного... Ой, стоп. Буз, билок. Из димного життя душака. Включайте наступного тижня нашу программу. А сьогодні всім кажу пока. І дякую, що дивиться Red Hot Chili People. У нас був крутий гість. У нас були крутий гостя вообще. О, 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 о. У, о, 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 о. Спасибо вам, спасибо. Дякую, що запросили на сьомки программи Red Hot Chili People. Було дуже весело. Ми сміялися. І сподіваюсь, нікого не зустрінется така Ірочка. Дякую. Дякую. Замечательна сьомка, замечательные ребята. Це найбільше Red Hot Chili People, яку я видел. Не тому, що це вперше, яку я смотрел, а тому, що просто було круто. Дякую. Дякую, що пригласили нас. Дякую за перегляд. Нас було дуже интересно і дуже познавательно, я би так сказала. І надіюється, нас ще раз пригласят сюди. І приходіть також. Ну, я здесь уже не первый раз, поэтому я всегда сюда буду приходить, как и раньше. Ви мене не здыхайте. Не надо критиковать. Ребята, Колян, дай я расскажу. Микрофон? Короче, ребят, реально крутая история. Короче, ты шефский, там был шафер, очень прикольный, реально очень прикольный шафер, который набухался, набухался и взял свои полномочия на себя. Все? Юра, що говорили? Происходило це все. Дякую за перегляд!